Всем привет, с вами Герас Никита, и сегодня я продолжаю проходить группу названием The Walking Dead. Итак, в прошлой серии, как вы помните, мы начали четвертый эпизод. Он начался трагично для Чака. Чак умер, к сожалению. И мы также чуть не оказались мертвы. Ну, то есть Ли чуть не умер, потому что его окружили зомбари. Но, слава богу, в канализации мы смогли спуститься в канализацию и спастись. И, ребят, давайте на этом видео наберем 20 лайков, и я пойду снимать уже пятый эпизод. Получается, это крайний эпизод. Ну, еще есть шестой, 400 дней, но его можно не считать как за шестой эпизод, потому что в этом эпизоде будут совершенно другие персонажи. Все, ребят, погнали. Погнали. Вернон, ну че там, подлатал ты нашего дружбана Амида? С Амидом все в порядке? Насколько это возможно в данных обстоятельствах? Я сделал для него все, что мог. Прочистил рану, но у него началось... ...заражение, что вызвало жар. Без антибиотиков. Может, хватит маячить перед глазами, ты всех нервируешь. Почему ты вообще еще здесь? Ну, если твой дружок заставит лодку работать, вы возьмете меня с собой за то, что я спасла ваши жопы. По-моему, честно, не так ли? Ну? Хочешь хорошие новости? Или плохие? Давай с хорошей. Хорошая новость в том, что лодка пригодна для плавания. В основном, она в хорошей форме. В основном, это и плохие новости. Бензобак пустый, сдох аккумулятор. Нужно найти и то, и другое, причем она сможет куда-то нас отвезти. Ну и как же мы достанем эти вещи? Похоже, в Крофорде есть все, что нам нужно. Может, стоит попробовать это? Погодите минутку. Конечно, мы должны попробовать. Если в городе остались живые люди, у которых есть припасы, что плохого произойдет, если мы попросим их? Поверь, ты не знаешь этих людей, а я знаю. Скажите, что у вас есть раненый. Считайте, что он уже труп. Детей они тоже с объятиями не станут встречать. Что это, черт возьми, за место такое? Хуже места не придумаешь. Но другого выбора у нас нет. И как ты себе это представляешь? Должен же быть какой-то путь, чтобы проникнуть туда незамеченными. Может быть и есть. Я знаю систему канализации под Кроуфордом. Как своя ладонь. У вас, случайно, нет карты? Вообще-то есть. Думаю, я могу провести нас к центру города, где они хранят припасы. Мы можем забрать то, что нам нужно, и вернуться под землю, пока никто нас не заметил. Мы окажемся прямо под ними, возьмем их неожиданностью. Украдем, ну, и прежде чем они собрали, что их обокрали, мы уйдем уже. На самом деле, это не худшая идея, что я слышала. Так себе, конечно, но не знаю, может и сработает. Я думал об этом раньше, но не было людей, чтобы осуществить это. Но теперь работа... Работает слаженно, мы все сможем это провернуть. И что же ты хочешь взамен своей помощи? В Кроуфорде есть не только все, что вам нужно для лодки. Они также хорошенько запасы с медикаментами. Они пригодятся как моим людям, так и твоим. Мы можем это сделать, мы должны. Мы справимся, я точно знаю. И еще как справимся. Вы серьезны насчет всего этого? То есть, а как же риск? Не знаю насчет тебя, парень, но я бы на твоем месте предпринял хоть что-нибудь, а не сидел на месте, дожидаясь смерти. Та лодка для нас как благословение для молящего. И мы должны еще немного постараться для нее. Ты в деле или как? Мы должны пойти сегодня ночью под покровом темноты. Я пойду предупрежу своих людей. Дам вам время. Подготовиться, вернусь до полночи. Осторожней. Благодаря этому я еще жив. Я же говорил тебе остаться в комнате. Как давно ты тут была? Это будет опасно? Что будет опасно? Кроуфорд. Не могу врать, Клем. Да, будет опасно. Но это единственный способ достать то, что нам нужно амиды для лодки. Поэтому мы должны пойти. Ты понимаешь? Я не хочу, чтобы еще кто-то умер. Я не хочу Клем. Но иногда приходится идти на риск. Тогда, наверное, я пойду собираться. Что ты сказала? Ты же сказал, тебе нужны все для этого дела. А еще что, я вам много помогаю, помнишь? Молли сказал, что у Кроуфорда единственное место, где остались люди. Значит, там могут быть моя мама с папой. Правда? Я не думаю, что найду их в Кроуфорде, солнышко. Почему нет? Потому что они хорошие люди, а у Кроуфорда это плохое место, которым правят плохие люди. Вряд ли они бы остались в таком месте. Откуда ты знаешь, что они хорошие, если никогда не встречал их? Ну, они тебя вырастили, разве нет? Мне нельзя с тобой? Это очень опасно. А кто с ней останется? Ладно. Хорошо, можешь пойти, но пообещай мне, что ты будешь вести себя тихо, делав точности то, что я тебе скажу. Ладно, пойду подготовлюсь. Потому что кто с ней останется? Все наверняка пойдут. А если мы ее оставим одну здесь, это будет очень опасно. Еще опаснее, чем Кроуфорд. Нельзя оставлять Каментину одну. Пускай лучше с нами в Кроуфорд пойдет. Гляньте, что я нашел в гараже. Топор, лобзик и другие инструменты. Возможно, во время набега они пригодятся. Ты прав, Кен. Можно тебя на минуту? Что случилось? Я еще раз осмотрел лодку, в ней 30 футов. И что? А то, что с местами в лодке у нас незадача. В ней сядут только 5 человек, даже если один из них ребенок. Я, ты, Клем, Кристо, Амид, Бен, Моля. Если все вернутся живыми, все равно будет кто-то лишний. Не считая Молли. Прежде чем все закончится, нужно решить, что делать. Ты же не серьезно? Слушай, я скажу прямо, если нам нужен удобный случай. А это еще кто-то, черт возьми. Это Бри, она поможет нам. И чем поможет? Я учил в школе, где сейчас Кроуфорд хранит запасы. План школы я знаю. Она может прийти и быстро уйти из города. Будут еще вопросы? Думаю, нет. И чего мы ждем? Идем. Подождите секунду. Готово? Еще бы. Эй, минуточку, ее ты брать не будешь. Эту маленькую девочку едва ли можно назвать Абуза. Она много раз выручала нас из беды. Она идет, и точка. Вы слышали его? Идемте. Ну не можем же мы ее с Амидом оставить? Давай топорик. И пойдем, пожалуй. Слушайте, ну что делать? Ха. Да можно просто лодку спиздить и уплыть без них, да и все. Впятером. Ну вот, мы в центре Кроуфорда. Старая школа. Прямо над нами. Ладно, ребят, настал момент истины. Запомните план. Будем вести себя тихо, скрытно и не отходить друг от друга. Мы возьмем то, что нам нужно и уйдем раньше, чем о нас кто-нибудь узнает. Ясно? Блин, у меня уже мурашки по коже. И правило про не отходить друг от друга, особенно относятся к тебе. Так, осторожно. Куда у нас есть? Вперед. Э, это что справа? Лидару Молли? А что он там делает? Что за баг был? Забавно. Где все? Тут должны стоять охранники. Что, ты разочарован? Просто все это странно. Кажется, я вижу одного вон там, возле дверей. Хорошо, я и Кенни подкрадемся и попытаемся его тихо вырубить. Остальные ждите сигнал, поняли? Хорошо, Кенни, сделаем все тихо. Не стреляй, пока не будет другого выбора. Я за тобой. Надо его ебнуть по-тихому, да и все. Что за хуйня? Что за хуйня? Что здесь делают входячие? Внутрь, быстро. Может, ловушка была? Но людей из Крокфорда тут нету. Видимо, всех перебили. Джорджио с Ласт Сити. Последний город Джорджио. Крайний город. Блядь, блядь! Думаешь, они нас увидели? Определенно. Что здесь произошло? Я думал, это место отлично защищено. Так всегда происходит. В конце мертвые всегда побеждают. Вот, блин, мы в такой жопе. Нет, это хорошо. Вернанд прав. С ходячим мы разберемся быстрее, чем с вооруженной охраной. Я согласен. Если мы не дадим им окружить нас, то сможем сделать это. План не меняется. План не меняется. Каждый раз, как появляется ходячий, план изменяется. Вы вообще знаете, сколько их тут? Нет, ты хочешь всех пересчитать или хочешь взять все, что нам нужно и свалить отсюда к чертям собачьим? Пошли, я думаю, что знаю, куда идти. У меня плохое предчувствие по поводу этого. Можете оставить нахер, блядь. Вот этот Бен, вот Бен, это реально абуза. Вот просто ссыкло, абуза, предатель. Я не знаю, как его назвать. Какую характеристику ему еще точнее дать. Этому засранцу. Там ходячие, что ли? Ну, это снаружи. Или в кабинете. Просто идем дальше. Сюда. У меня что, бороденка? Вот здесь, ребята, увидели бороденка, блядь. Как у меня. Ладно. Выглядит нормально. Все внутрь. Посмотрим. Да, посмотрим. Такая мелодия играет. Из Dead Space как будто похоже на мелодию из Dead Space. Я точно помню. Такая вот и школа, да. Armory. Угу, ясно. Блеск. Похоже, что они использовали эту комнату в качестве командного центра. Отлично, что теперь? С чего начнем? Смотрите. Дайте мне секунду. И все на русский перевели. Офигеть. Есть идеи, где найти аккумулятор? Может, в автопарке? Здесь есть один неподалеку. Если выйти через пожарный выход. Да, называется автопарк Германа. Где лучше всего поискать медикаменты? Здесь, в медпункте. Они использовали его как медсанчайз. Откуда ты это знаешь? Ну, это же логично, нет? Самая скрофорда. Что с горючим? Где начать искать? Вот, за детской площадкой есть техническое помещение. Если они хранили горючее, то только там. Хорошо, я сбегу техническое помещение за горючим. Будет быстрее, если я пойду с тобой. Я могу отвезти тебя прямо туда. Я тоже пойду. Нет, двух человек достаточно. Ты останешься здесь и посмотри, что можно использовать из этих инструментов, чтобы открыть дверь в арсенал. Возможно, нам придется выходить со стрельбой. Я пойду за медикаментами. Я пойду с тобой. Я знаю, что нужно брать. Хорошо, я думаю, мне ничего не осталось, как идти искать аккумулятор. Я пойду с тобой. Буду тебя прикрывать. Хорошо, у нас есть план. Все будьте осторожны. Держитесь ближе друг к другу. Встречаемся здесь. Удачи. А Клем? Клем-то тоже должна с нами пойти. Как насчет меня? Чем мне заняться? Мне нужно, чтобы ты остался здесь с Беном. Присмотрел за командным центром. Я оставляю тебя за главную. Хорошо. Блядь, это плохая идея. Ты оставляешь меня с Беном? Я не оставляю тебя с Беном. Я оставляю его с тобой. Понятно? Блядь, я боюсь ее с ним оставлять. А, понятно. Слушай, реально боюсь, ребят. Ну, мало ли, что он еще натворит. Блядь, я не хочу, чтобы Клементина умерла. Или превратилась в зомбаря. Ладно, пошли. Так, ну понятно. Так, а там что? Ладно. Мы сейчас это осматривать не будем. Идем вместе с Моле. И по ходу дела нам нужно будет, чтобы кто-то умер. Кстати, сохраняшка прошла. Я так думаю, сейчас зомбари будут. Ну, скорее всего. Не знаю, ребят. Привет, Моле. Переул после автопарка рядом. Ты идешь или нет? Они уже отстреляны. И теперь бесполезно. Ну, конечно, гильза бесполезна. Нам патроны нужны. Может, сейчас осмотрим? Тут все. Окровавленный шкафчик. Логан. Не могу открыть его без комбинации. Может, найдем комбинацию? Ладно. Здесь нам больше делать нечего. Неужели вот этих здоровых людей перебили зомбари, а? Видимо, это определенно дверь в автопарк. Но где Моле? Да, ну, он скакал. Каза, блин. Че я без оружия-то буду делать? Моле, ты здесь? Похоже, туда я не пойду. Да уж. Это уж точно. По ссылке вон там автопарк должен быть где-то здесь. Deliverance made in rear. Доставка сделана там. Видели, кто-то пробежал? Это Моле была или не Моле? У Германа это и есть то место, что мы искали. Как предлагаешь туда забраться? Не знаю, ребят. А-а-а. Через эту дыру. Ну, давай попробуем. Я думаю, что это наебнется все. Почему-то я такое предчувствую. Не, не наебнулась. Да, ее ледорог бы не помешал. Черт, заела. Блядь, Моле. Вон, зомбари. Лучше не подходить близко. Вот Моле она специально это делает. Без нее мы сейчас ничего не сделаем же. Блядь. Блядь. Не трогай. Он мой. Где тебя черт носил? Моле. Моле? Моле! Что? Чего? Думаю, он уже готов. Еще разок. Он носит медицинский халат. Какой-то ученый или врач, может быть. Ну, блин. Он теперь... Ничто. Ты нашел путь вовнутрь? Да, но дверь гаража заела. Ее не поднять. Не проблем. Смотри, что я нашла. Нифига. О, круто. Это поможет. Блядь, они сейчас же зайдут. Блядь. Ну же. Ну давай, кута есть. Сценок сейчас будет, да? Блядь, как он? Надо было по голове бить, дура. Осмотрись, а я пока посмотрю, чтобы эти твари не прибрались сюда. Ну, я вижу, где аккумулятор должен быть, но его тут нет. Отлично. Похоже, у Крофорда были свои грузыки с прицепом. Я не могу туда дотянуться. Нет питания. Похоже, шланг поднимает гидравлику. Закрытый, не пройти. Еще правила Крофорда. Как-то вообще может... А кто вообще может так жить? Я лучше бы попробовал выжить на улице. Нет питания. Что делать? Похоже, шланг поднимает... Да-да-да-да, знаю. Но он же не работает. Не думаю, что у меня получится выдернуть этот шланг голыми руками. Может быть, я смогу его чем-то надрезать. Пошли к ней. Тогда... Тебе что-то нужно? Могу ли я позаимствовать твой ледоруб? Даже не знаю. Мы с Хильдой через многое прошли вместе. Хильдой? Так я ее называю, не суди меня. Пожалуйста, можно позаимствовать твою Хильду? Я буду осторожен с ней. На ней не будет ни царапина. Ты пообещал ни одной царапинки. Тебе что-то нужно? Что это там на тебя нашло? Он добрался до меня на этой крыше, пытался укусить меня. Так что я разобралась с ним. А что тебя беспокоит? Каким способом я убиваю местных? Нет, просто было похоже, что ты кромсал его немного яростнее, чем было необходимо. Эй, никогда нельзя быть уверенным, что эти твари окончательно мертвы. Я просто стараюсь убедиться. Слушай, ты хочешь достать этот аккумулятор или нет? Теряем время. Я пойду осмотреть, что ты делаешь. Ну, пройдись. Ладно. Опа. Ну вот. Это, наверное, нехорошо. Это что? Я его держу, быстрее. Вот и аккумулятор, хоть что-то есть нужно. Все еще прикреплен. Одну снял. Берем. Да, но у нас все еще проблема. Погоди его, положи его сюда, я понесу. Ладно, следуй со мной. Беги жопой! Отлично, что теперь? На крышу. Закрыто. Прострели. Ты когда-нибудь перестанешь жаловаться? Пойдем. Фух. Ну, давай, ты что струсил? Прыгай. Ху, вы же скажете, что я трус. Хотелось и подумать. Ну, ладно. Фух, выбрались. Это было не очень-то и легко. Позже, сперва я должна хочу проверить. Что? В третьемся позже. Стой, аккумулятор все еще у тебя. Ага, я подержу его у себя, чтобы быть уверенным, что вы не уйдете без меня. Увидимся в классе. Молли! Проклятие, какого черта она делает? Вам нужна помощь, ребята? Спасибо, но я думаю, что мы почти справились. Позаботимся об этом, Лей. Не беспокойся. Блядь, Молли, какого хера? Свалила, а? Гадина. А где там кабинет-то этот был? Помоги! Да уж, Кен. Не лучшее время ты выбрал для прогулки. Блядь, дверь не закрывается. Лей, сделай что-нибудь. Есть. Запри дверь чем-нибудь. Думаешь, продержится лучше, чем ничего. Ох, их очень много. Ты досла горючее. Давайте не будем радоваться раньше времени. Вернемся в класс. Помоги ей с канистрами, они весят целую тонну. Ты вернулся. Да, и у нас все отлично получилось. Отличная работа, Кенни. Как дела с этой дверью? Не очень хорошо. Давай, я тебе помогу. Ты еще не достал аккумулятор? Достал, но Молли, она скоро вернется. Надеюсь на это. У них тут была целая система. Кроуфордское окончательное решение. Число горожан, приведенных в Кроуфорд. Число найденных неподходящих горожан. Число найденных ходячих. Инициалы граждан в ходе обыска. Дни с момента вспышки. 71 день. День прошел, что ли, у них, типа. Капец. Что нам еще нужно? У нас уже есть топливый аккумулятор. Как только найдем лекарства, так сразу можно уходить. А где найден вами аккумулятор? Он у Молли, она убежала по какому-то делу. Что ж, лучше бы ей вернуть его. Не понимаю, зачем ты его доверил. Мы же едва знаем ее. Она спасла тебе жизнь, разве нет? Да, но что она сделала для меня в последнее время? Нет, погоди. Есть кое-что, с чем ты можешь мне помочь. У меня давно это вертится в голове. Мне пригодилось бы твое мнение. О чем ты? О Кене. С тех пор, как я начал помогать ему чинить лодку, я узнал его немного лучше. Он хороший парень. Понимаешь? И... Меня гложет то, о чем я знаю. Я подумаю сказать. Да ладно, Бен, сколько можно? Да как Катя погибли по моей вине. Если бы я не накосячил мотель, то они бы были живы. Как я могу держать это все в себе? Я должен сказать ему. Болван, блядь. Блядь. Бен, ничего личного, но ты совсем ебнулся. Кене так еле держится. А ты хочешь рассказать ему, что это твоя вина. Я даже думать не хочу, что он может потом сделать. Я знаю, я думал об этом, но даже не представляю, как долго еще смогу смотреть ему в глаза. У меня такое чувство, как будто я лгу ему, не рассказываю об этом. Я тебе говорю, парень, это плохая идея. Очень-очень плохая. Эй, может для тебя и нормально расхаживать с руками? Полкусь крови, но я не такой. Просто не могу притворяться, как будто этого не было. Слушай, Кене нам нужен. Нам нужно помогать ему. И не раскисать, если мы хотим убраться отсюда. Так что пока держи это при себе. Ради всех нас, понимаешь? Я понял тебя, я вернусь к этому позже. Но не сейчас, блядь. Сейчас не самое подходящее время, чтобы рассказывать, что ты виновен. Хм. Ну что там? Как успехи с этой дверью? Медленнее, чем хотелось бы. Не беспокойся, мы откроем ее, наверное. Окей. Бри? Эй, Ли, спасибо за помощь. Думаю, без тебя мы бы не справились. Без проблем. Мы все в одной команде. Я скоро вернусь, нужно кое-что сделать. Удачи. Я просто не хочу сейчас разговаривать обо всем подряд. С Клеммом надо поговорить. Привет, Клемм. Ты в порядке, Клемм? Да. Эта парта очень похожа на те, которые были в моей школе. Понимаю, что это странно, но я скучаю по ней. По школе. Это вовсе не странно, я тоже скучаю. Но ты же не был в школе уже очень давно. Эй, я не такой уж и старый. Я был учителем, помнишь? Преподавал историю в Америке. А где Молля? Ей нужно выполнить какое-то поручение, она скоро вернется. Надеюсь, с ней все в порядке. Здесь все будет хорошо, она может за себя постоять. Думаешь, когда-нибудь станет снова нормально, как было раньше? Не думаю, что кто-нибудь знает ответ на этот Клемм. Возможно, кто-то ищет способы исправить все это. Может быть, какое-нибудь лекарство, мы не можем знать наверняка. Надеюсь на это. Это хорошо. Держись за эту надежду. Это единственное, чего у нас не отнять. Что, пошли что ли? Может, Молли поищем? Или они, может, дверь открыли? Смогут взять медикамент. О, сохранение прошло. Я слышу зомбарей. Ну да, они там. Так, топор лучше не забирать. Так, не туда. Черт! Кристоферн, наверное, застряли там. Что, черт возьми? Они забрели в холл после того, как мы вошли. Я думаю, они услышали, как мы здесь шумели. Это место полностью инфицировано. Они повсюду. Успокойся, я позаботился о них. Что с медикаментами? Вы нашли, что там нужно? Да, это еще одна наша проблема. Взгляни. Похоже, что они хранили все лекарства в этом сейфе. Он крепко заперт. Мы можем угадать комбинацию? Это четырехзначный код, посчитай. Сомневаюсь, что они его записали и оставили здесь для нас. Нам необходимо его открыть, у нас нет другого выбора. Хорошо, ты начинай, я пока смотрю. Может, на льду что-то полезное? Телефон не работает уже несколько месяцев. Анна Корея. Думаю, она была пациентом. И что это? Ну-ка. Потом отдохну. Копир. Что это? Копир. Хотя от него нет толку, если нет электричества. Просто куча бумаг. Нет комбинации от сейфа. Не работает. Сейф. Выглядит очень крепким. Силы мы его не откроем. Нам нужно найти, как его открыть, но на это уйдет время. У нас нет времени, а мне нужны эти лекарства. Мы должны открыть его сейчас. Так, ну-ка, посмотрим. Верно, Кристо, взгляните на это. День 82-й после вспышки инфекции. 15.47. Доктор Логан консультирует пациентку Анну Корея. Зачем вы это записываете? Правила. Оберсон приказал хранить мне все записи, медосмотров и консультаций. Слушайте, тут зомбарь. Помните, ребята, его? Не нужно, чтобы ты подготовила себя, Анна. Сценограм показывает, что ты беременна. О, Боже, о, Боже, о, Боже. Ты знаешь правила, прекращение беременности является обязательным. Вы не должны говорить им, скажите им, что это просто тошнота, что вы дали мне что-то, и она прошла. Это моя проблема, не ваша. Если Оберсон найдет спрятанные доказательства беременности, мне жаль. Но таковы правила. Я дам тебе успокоительное, ты легче перенесешь операцию. Я не хочу операцию, я хочу своего ребенка. Я не могу это сделать. Анна, у тебя нет выбора. И ты хочешь, можешь немного подумать, но ты должна прийти не позже, чем завтра, или мне ничего не остается, как лично проинформировать Оберсоны. Извини. Проклятие, почти получилось. Что здесь творилось? Как сказал Молли, хуже места не придумаешь. Ли, может, есть еще кассеты? Нужно найти еще. Я думаю, что узнал этого доктора. Он был одним из ходящих в переулке возле автопарка, я же говорил. А что Молли его так бил? Может, тебе нужно проверить это? Посмотри, что там было. И Молли, видимо, была одной из пациенток, что ли? Блядь, мы же это смотрели. Мы это смотрели. Да, блядь, как это... Как это... Как отсюда выйти? Ладно. О, ребят. Я не знаю, просто... Я случайно опять включил эту запись, и дело в том, что ее выключить нельзя. Ну ладно, она быстро пройдет. Ну, короче говоря, Молли связана как-то с этим доктором, потому что не просто так, она его так хуячила сильно. Значит, что-то он плохое для нее сделал, может быть, она тоже была беременна, и он убил ее ребенка. Я точно не знаю, ребят. Я не хочу, ребят. Ладно, давайте, короче, искать еще кассета. Точно должны узнать, что этот доктор, кем он является, что произошло, как он вообще заразился, этот доктор. Да, сейчас поищем. Сейчас мы поищем. Хорошо, что он все это на видео записывал, ребят. Но, видимо... Видимо, это не помогло, потому что... Сонограмма. Что это на полу? Сонограмма. Здесь сухая кровь. На распечатке и на полу. Похоже на след, он тянется от сейфа к камере, а затем к двери. Что здесь произошло? Ты уже смотрел все эти ящики? Да, Ле. Ничего интересного. Ничего. Ну, я не вижу больше кассет. Как успехи? Медленно. Слишком медленно. Боюсь к тому времени, как мы его откроем. Может быть, уже слишком поздно. Молли помогла мне достать нужный аккумулятор. Отлично. Минус один. Где она? Ушла. Сказал, что ей нужно выполнить какое-то поручение. Ушла с аккумулятором? Да, не волнуйся, она вернется. Надеюсь, не похоже, что эта девчонка способна работать в команде. Больше как одиночка. Док, как думаете, сколько еще протеинтомит? Хочешь знать мое медицинское мнение? Чем скорее я получу сильные антибиотики для борьбы с инфекцией, тем лучше. Сейчас главное найти их. Эй, док, я хотел бы поблагодарить вас за то, что пошли с нами. И вообще, за всю помощь. Я очень ценю это. Не стоит благодарности. В терпешние времена мы просто обязаны помогать друг другу верно. Или мы будем не лучше этих ублюдков из Кроуфорда. Согласен. Пойду поищу что-нибудь, что может поможет нам открыть этот цепь. Личная идея. Я что-то ничего не вижу, ребят. Ничего интересного. Думаешь, если я выстрелю в него, он откроется? Единственное, что будет, это наша смерть. Даже не думаю. Эй, Кристо. Да. Есть прогресс с сейфом? Нет. Не представляю, как мы сможем открыть этот сейф. Не знаю, комбинации есть. Мы не поторопимся принести эти лекарства Амиду. Все нормально, мы справимся с этим. Мне нужно заняться делами. Да, мне тоже. Может, открыть видеокамеру? Внутри нет кассета. Но эту кассету-то мы смотрели, чё. По сто раз одной тоже смотреть, шель. Пошли тогда. Выходим. Вот, сохранение прошло, значит, нам сюда. Может, ещё кассет найдём? Не могу открыть его без комбинации. Блин, может быть, знаете, где мы поищем? Туалет, чё там? Закрытый. Всё равно мне не нужно туалет. Может, там Молли есть? Пойдём посмотрим. Я просто не знаю, что делать. Кассет я не могу найти. Ключ от сейфа тоже. Ну, то есть, кодовый замок. Молли, ты там! Да, уж, не заберусь я сюда. Не дотянусь слишком высоко. Ты прав. А, пошли. Остаётся идти обратно в кабинет. Ну, чё ещё нам остаётся-то делать, по сути? Оберсон. Оберсон. Ну, ладно, ребят. Короче, там детей до 14 вообще не принимают. Ничего, кроме мелков и цветной бумаги. Как говорит Бри, горючее в техническом помещении. Медикаменты в медпункте, а аккумулятор будет в автопарке. Всё, мы это забрали. Спасибо большое, капитан Очевидность. Капчен Обиос. Хм. Ну, чё там с дверью, ребят? Я не знаю. Мне надо, короче, поискать... Кассета, что ли, вот здесь. Интересно, что творится в остальном мире. Ну, не дай бог, эта эпидемия по всему миру будет распространяться. Я просто не могу представить, где ещё кассеты или хотя бы ключ от сейфа. Знаете, ребят... Мне бы сейчас не помешало найти что-нибудь. Я просто хочу осмотреться. Там, в кабинете классики, да. Там, в кабинете, я больше ничего найти не могу, да. Так, телевизор. Нет электричества, нет телевизора. Может, потом возьму их. Любое чтиво пригодится, когда мы окажемся на лодке. Жутко. Крепие. Как вы делаете с этой дверью? Слабее, чем я бы хотел. Короче, пойдём обратно, тогда хер знает, ребят. Я просто там кассет не мог найти. И ключ от сейфа тоже не мог найти. Может быть... Бри поспрашиваем чё-нибудь. Мы с ней толком не поговорили. Я немного занята, Ли. Иди, лучше поищи аккумулятор, Ли. Помоги доставить лекарства. Ладно. Блин, а куда же идти ты, ёла? Опять сохранение не прошло. Может, они уже нашли чё-нибудь? Я не знаю, ребят. Камон, мне это всё не нравится. Мне кажется, эти зомбари скоро проломят дверь. На самом деле. Но вот удав выход в переулок, я точно туда не пойду. Хотя... Хотя, если это единственный выход... Давайте вновь вернёмся, короче. Если я ничего не нахожу. Логан, разве это не имя доктора на кассете? Плохо, что я не знаю комбинацию. Ты нашёл тело доктора, обыскал его? Не сейчас. Чего ты ждёшь? А, тело доктора обыскать, блядь. Вы чё сразу-то не сказали, ребята? Блядь, они же этого не говорили. Какого хуя? Ладно, извиняюсь за мат, конечно, но... Надо было тело доктора обыскать. Вон оно чё. Ну и сейчас мы у него найдём кодовый замок. Или кассету хотя бы. Точно. Или ключ от шкафчика. Сейчас всё разузнаем, ребят. Надо для начала этого доктора добить, правда. Потому что он не сдох. Если чё, так может мы сейчас выйдем и Моли ещё встретим. Они это не сказали даже. Я и не понял ни хера, что делать, блядь. Издеваются надо мной. А чем мне убивать-то этого доктора? Вот в чём проблема. Вот в чём проблема, так скажем, да? Ай, ладно. Чё, вновь сюда полезем, что ли? Блядь! Сука. Это чё было? Боюсь, я чё-то туда прыгать. Давай его добьём, нахуй. Надо его добить. Потому что нужно узнать, что у него там в кармашках. На, нахуй. Так, обшмонай его труп. Вот, кассета. Это может быть как раз то, что нам нужно. А это что, похоже на какой-то код? Но верно сказал, что комбинация к сейфу чего-четыре номера. Комбинация к шкафчику. Блядь, уйди лучше, пожалуйста. Чёрт, пора идти. Ладно. Обыскали трупешник доктора. Этого ёбнутого. Так, сейчас мы откроем шкафчик. Логан, это, наверное, его шкафчик. А, всё, подобрал, да? И чё мы тут имеем? Ещё одна кассета? Комбинация от сейфа должна быть на одной из них. Так, две кассеты мы нашли. Давай вставлять. Всё, нашёл я, ребята. Ого. Я нашёл ещё две кассеты. На одной из них стоит дата 10 октября. Следующий день после первой записи, которую мы нашли. Вставляй. Ну, давайте. So close. К раз гадке, да? Ты приняла решение? Я думал, вы сказали, что у меня нет выбора. Ну, технически у тебя есть выбор. Ты можешь прерывать беременность или покинуть Кроупорд. Конечно, это будет смертным приговором для тебя и твоего ребёнка. Возможно, это лучшее. Я всю прошлую ночь думал об этом. Зачем мы пытаемся выжить, если приходится делать такие вещи? Во что мы превращаемся? Не я устанавливаю правила Анны. Доктор, я прошу вас, пожалуйста, помогите мне. Может, когда-нибудь всё изменится, и ты попробуешь снова. Но сейчас мы должны это сделать. Ну, я же сейчас застрелил, дура, блядь. Чё она надела? Так, ещё раз. Перемотка. Думаю, теперь мы знаем, что произошло в Кроупорде. Более важно, что мы нашли комбинацию. Давай, а второй чё? Кристо, ты в порядке? Что случилось? Ничего, просто тяжело смотреть. Не беспокойся за меня, всё в порядке. Так вот, как они все превратились в зомбаре. Хорошо, давайте возьмём медикамент и уберёмся отсюда. На самом деле, хорошо даже. А что вторую-то? Вторую кассету, давай глянем. Мы в деле. Антибиотики, морфин. Мы возьмём столько, сколько сможем унести. Сейчас, мне кажется, зомбари пройдут. Хорошо, я думаю, мы молодцы. Здесь более чем достаточно. Твоим людям и моим. Пошли. Ты знаешь, я нашёл третью кассету. Шкафчики снаружи. Может, на ней что-то есть. Мы достали лекарства для меда. Это всё, что меня волнует. Мы возвращаемся в класс. Не задерживайся ли. Я посмотрю третью кассету и тогда вернусь. Так, третья кассета. Ну, давай-ка. Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим. Третью кассету. Это он что, с Молли трахался? Послушай, как бы не было забавно, я хочу остановить наш уговор. Это последний раз, когда я помогаю тебе. Почему? Оберсон вчера послал кого-то провести здесь инвентаризацию. Он очень на сторону решительно. У нас был уговор. Да, у нас был уговор. Больше его нет. Моей сестре нужны эти лекарства. Без них она умрёт. Или у неё не приправятся симптомы. Совет придёт за ней. Я не могу этого допустить. Мне жаль, Молли, я сделал всё, что мог. Но я должен подумать о себе. Да, так всё решается в пропорде. Не так ли? У него... У него, походу, дело есть... Антидот, что ли? Зомбрекса. Типа, по типу Дэдрайзинг 2. Вот дерьмо. Ладно, сваливаем. Мне кажется, сейчас зомбориты дверь откроют по закону жанра. Вот сто процентов. Я почему-то в этом уверен. Вот сейчас мы пройдём туда, и там, короче, они дверь распахнут. Сто процентов. Ну, хотя, хуя знает. Боже, правый, ты напугал меня до усрачки. Где-то была. Достопримечательность смотрела. Теперь я заберу аккумулятор. Да, начнёт аккумулятора. Тут такое дело. Да, я просто шучу. Держи. Что это? Ничего. Хватит притворяться, Молли. Я знаю, что ты из Кроуфорда. Что? Кто тебе это сказал? Я видел тебя на записи. Зачем ты мне слогала? Я сказал, что есть истории о Кроуфорде, но я никогда не говорила, как узнала о них. Я никогда не врала тебе. И даже если так, то что? Я ничего тебе не должна. Ты даже спасла мою жизнь, но не можешь сказать мне правду. Мы действительно будем сейчас этим заниматься. Зависит от тебя. Я жила тут с сестрой. Ей было 14. Когда мёртвые начали ходить, и появился Кроуфорд, это выглядело неплохой идеей. Мы были в безопасности. У нас было всё для выживания. Потом появились жёсткие правила. Никого, кто не мог содержать себя, никому, кому нужен специальный уход. Моя сестра была диабетиком, и по правилам Кроуфорда, ей здесь было запрещено находиться. Я держала это в секрете. Оберегала её так долго, как это было возможно, но в итоге я не смогла защитить её. Тогда я и ушла отсюда. Они всегда говорили, что их система работает, и что это всё лучше, чем стать одним из них. Но я видела, кем они уже стали. Эх, если бы я увидела это до того, как стало слишком поздно, до того, как они пришли. И забрали мою сестру. Это всё, что у меня от неё осталось. Слушай, она старше 14-ти выглядел. Я просто хотела, хорошо? Всё нормально, Молли, я понимаю. Она красивая. Какого? Я думаю, что это сигнал нам о том, что пора уходить. Куда топор делся? Боже! Дерьмо, Бен! Ты оставил Клементину одну? Нет, Кенни с ней. Мы всё ещё не можем открыть дверь вооруженную, но он послал меня поискать что-нибудь, чтобы открыть её. Я нашёл это. Эм, Бен, где ты это взял? Я нашёл это застрявшим в дверной ручке. Холя! Еблан, блядь. Какой ты тупой, а? Дерьмо, блядь. Ну, пиздец, ну как таким тупым можно быть? Ну, блядь. Ну, за что? Чёрт. Спасибо. Это не я! Отлично, детка. Хороший выстрел. Спасибо. Опять лидару поставили. Ну, хер происходит. Они идут. Вот дерьмо. Это задержит их. Конечно, но как нам теперь выбраться? Через оружие, если мы, конечно, сможем открыть эту странную дверь. Давай, будь ты проклята. Это моя вина. Всё это моя вина. А о чём он говорит? Бен, мы говорили с тобой об этом. Нет, постой, я хочу знать, что он имеет в виду. Что ты имеешь в виду под твоей виной? Кенни, мне жаль. Мне очень жаль, мужик. Бен, у нас нет на это времени. Мне жаль, Ли. Я так больше не могу. Он должен знать это прямо сейчас. Знаешь что? Всё это время это был я. Втягивал нас в опасность. Катя и Дак, это всё я. Это был я. Минута, что ты сказал? Я был тем, кто заключил сделку с бандитами в мотеле. Поставлял им припасы. Я думал, что смогу держать их... Держать их подальше от нас. Но они напали. Кенни, хватит. Остынь, мужик. Ах, ты сучарый, тебе пиздец. Ты слышишь меня? Ты это роб, блядь. Моя жена и ребёнок. Ты убил их обоих. Кенни, я сказал, хватит. Отличная у тебя группа. Не время, моля. Если этот мудак думает, что после всего этого он попадёт на мою лодку... Ты слышишь меня, птичье дерьмо? Ты можешь остаться и гнить. Кенни, мы разберёмся с этим позже. После того, как выберемся отцу, ладно? Нехер тут разбирать. Я просто сказал, как всё будет. Лодка недостаточно большая для нас всех. Вы знаете, что мы все не поместим в лодку. Кто-то останется. Это кусок дерьма прямо здесь. Но я голосую за то, чтобы оставить его. Мне жаль, Бен. Я знаю, у тебя добрый намер. Но всё же, что я хочу, это Роскомеды. Ты оставишь это под угрозу. Стой, Тим, можно мне проголосовать? Конечно, ты можешь. Бен хороший. Он мой друг. Мы не оставляем друзей. Это мой голос. С другой стороны, я, пожалуй, воздержусь ли. Я достаточно увидел в Крофорде стать такими, как они. Это начало-конца. Я за то, чтобы Бен остался. Что насчёт остальных из нас? Может, мы... БЛЯТЬ! Минус один. Бри! Теперь мы можем идти? Да, чёрт возьми. Варн, давай! Так, это и есть арсенал. Всё, что от него осталось. Патронов осталось мало. Ты что, не закрыл дверь за нами? Я не смог. Замок сломан. Отлично. Просто охуительно. Пойдём. Там должен быть выход. Блядь, здравствуйте. Блядь! А она их не удержит. Идём вверх по лестнице. Ли, держи! Спасибо, Кен. Ты просто красава. Учайте, сука, отроди, ёбаная. Блядь! Блядь! Стреляй! Стреляй! Давай, быстрее, быстрее, ёбаный, по голове. Давай, прорываемся. Всё хорошо, Клем, я в порядке. Отсюда есть выход. Эта лестница ведёт на крышу. Наверное, так мы сможем выбраться отсюда. Вы ведь приехали в город не по железной дороге? Да, по ней, а что? Неважно, я вижу коллектора, из которого мы пришли. Думаю, мы справимся. Ну и чего мы ждём? Идём, идём! Блядь, тупой Бен, а? Бен, ну же идём! Блядь, ёбаный в рот! Ну же, Бен, я держу тебя! Бен, карабкайся, давай, ты сможешь! Время нет, уходи, сейчас же! Бать говорит херню, Бен, давай! Отпусти меня, чёрт возьми! Увозди Клем и остальных! Ли! Блядь, не могу тебя стать, мужик! Ли, мы оба знаем, что так надо! Отпусти меня! Ладно, бросаем, похуй! Заебал! Ты, блядь, он... Он бессмысленный! Просто он заебал меня, ребят! Вот, действительно, он меня всю игру бесит, блядь! Тем более, мест на лодке недостаточно! Просто, ну, идиот, блядь! Я знаю, что я сейчас поступил как человек из Кроуфорда, но у меня, действительно, он... Он столько раз нас подводил! Он, блядь, просто тупой идиот, извините за выражение! Я не могу ничего поделать! Кристо, всё хорошо! Омид! Погоди-ка, он мёртв? Кристо, нет, не подходи! Я не стоил бросать тебя, прости меня! Кристо, отойди от него! Эй, уже вернулись? Мы принесли тебе лекарства! Славно, они бы мне пригодились! А чем запивать он будет, блядь? Слюной, что ли? Где Бен? Он не вернётся! Что случилось? Этот тупой сукин сын чуть нас всех не погубил! И очень торопился сделать то, что должен был сделать! Вот это случилось! Прости, Клем! Так нужно было... Хорошо постарался, Упы! Да какая мука тебя укусила? Да я сделал то, что должен был сделать! Но я не уверен, что Клементина поймёт! Через два я не хочу, чтобы она понимала! Ты правильно поступил! Поверь, она поймёт! Пойду займусь лодкой! Я это сделал прежде всего потому... Хорошо, если повезёт, то и очень скоро поправишься! Я побуду здесь ещё несколько часов, чтобы присмотреть за ним! Дай знать, если что-то нужно! Короче говоря... Спасибо, доктор! Короче... Да, огромное тебе спасибо! Всё, договорили! Сейчас, наверное, самое время поговорить друг с другом, наедине! Приятель, слушай, что случилось с Бри? Не вини себя, случившимся! Ты бы всё равно ничего не смог сделать! А знаешь, что хуже всего? Что? Меня ничто не гложет, но почти ничего! Неужели то, что случилось с Бри, не сломило меня так же, было со мной? Когда я потерял дочь, потерял друзей в первой неделе, но теперь, похоже, я просто взял то, что мне нравилось в этот поход! Видимо, теперь это и есть наш мир, и с этим лучше смириться! Ты о чём хотел со мной поговорить-то? Я знаю, ты заботишься о Клементине, и всякий может это увидеть, и я знаю, что ты делаешь для девчонки всё, что в твоих силах, но этот ваш план, посадить их на лодку и отправиться непонятно куда, ты впрямь считаешь, что это лучшая возможность найти для Клементины место, где она будет в безопасности? Я бы так не считал, и вот что я хочу предложить! Что ты предлагаешь? Я заберу Клементину у тебя, возьму её с собой, отведу её к своим людям, у нас много запасов, хорошее убежище! У всех есть свои собственные дети, и теперь, когда Кроуфорд пал, там больше нечего бояться! Она будет безопасно с нами, безопаснее, чем она будет, если она остается с тобой, я обещаю тебе! Это, что ты хочешь для нее, да? Будь безопасно! Сделай вид, что ты ничего не говорил, и дам тебе возможность уйти! И тебе стоит уйти сейчас же! Знаю, ты считаешь, что делаешь всё возможное для Клементины, и если бы ты правду был отцом, я бы не стал затевать этот разговор, но ты ей не отец, оставаться с тобой для неё не лучшая мысль! Если бы тебе ещё никто об этом не сказал, то я скажу! Я забудуешь об этой девчонке! Мы вместе прошли через многое, ты представить себе не можешь! Любой, кто станет между мной Клементиной, любой! Покойник, понял меня? Руки от меня убери! Короче говоря, Бену по-любому нужно было, чтобы он умер, потому что у нас 5 мест на лодке, ребят! Чё остаётся делать? В прошлый раз я его, кстати, спас! Блять, Клементин на нас обидел! Боже мой! Чё-то в этот раз я какой-то вообще зверь, блять, просто! Какие-то мои выборы такие! Может, не стоило оставлять Бена, я не знаю! Эй, собралась куда-то? Да, возвращаясь в город! Я просто хотел сказать спасибо за всё! Было весело! То есть, сейчас Кен чинит лодку, я думал, ты хочешь пойти с нами! Бог свидетель, ты это заслужила! Да, я думал об этом, но это не для меня! Да и мне кажется, что лодка будет переполнена, а ещё я ненавижу воду! Ты уверена? Ещё бы! Я уже решила, что лучше быть одной! Слушай, я не привыкла попрощаться! Передашь за меня остальным пока? Конечно, береги себя, Моля! Ну, короче, и ты тоже, Ли! И будь уверен, ты заботишься об этой девчонке! Знаю, для неё это всё! Удачи! Она мне не нужна! Эй, солнышко! Кенни лодкой занимается! Я знаю! Что мы теперь будем делать? После того, как Кенни починит лодку, куда мы отправимся? Другой город, где лучше! Клем, солнышко, что случилось с Беном? И что имел Дуги Кенни, когда я сказал, Ли делал то, что должен был? Клем, поверь мне, я пытался спасти его, но Бен не захотел! Что ты хочешь этим сказать? Что Бен был очень храбрый, Бен знал, что у нас нет времени, и если его спасти, в опасности будет кто-то ещё, поэтому он... И сказал мне бросить его, чтобы остальные выбрались из города. Знаю, это трудно понять. Понимаю. Понимаешь? Да, он думал о других, а не только о себе. Моя мама всегда говорила, что делает людей хорошими. Но она была права. Прежде чем уйти завтра, у нас будет время поискать папу и маму. Я бы хотел, Клем, но не думаю, что у нас есть время. Нам правда не стоит в городе оставаться, здесь небезопасно. Прости, Клементина, прости. Прости, Клементина, 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 прости, Клем Клементина? Блять, где она опять? Клементина? Опять упустили, а? А где все? The morning after. После утра. Клементина, Клементина! Боже. Ну, рация при мне, если что, ребят. Поэтому она не могла с этим придурком говорить. Клементина? 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 Мусорные баки. Блять! Нет! 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 Блять, Лилку усили. Ну, я, ребят, это знал, поэтому не буду делать вид, что... Печально, печально, что этим все закончат. Ли, 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 ты здесь? Да, печально, что все этим закончится. Очень печально. Ли, где Клементина? Ее нет в собственной комнате. Верн, тоже нет в доме. Какого черта здесь происходит? Чья это кровь? Моя. Боже мой. Не может быть. Не может, блять, этого быть. Мне когда обо мне беспокоиться. Клементина пропала. Есть вероятность того, что она сама сбежала? Нет, исключено. Тогда кто, черт возьми, ее забрал? Я не знаю. Прошлым вечером Вернер пришел ко мне и предложил взять ее с собой. Сказал, что так будет лучше для нее. Сукин сын. Я так и знал, что нельзя было ее доверять этому мудаку. Где бы она ни было, я должен ее найти. Ладно, что тебе нужно от нас? Клем, возможно, не так много времени. У нас больше шансов найти ее, если мы пойдем все вместе, кто со мной. Мы все в ответе за Клементина. А в твоем состоянии? Ты можешь не успеть помочь ей. Ей нужна наша помощь. Вся наша помощь. Чертовски верно. Мы не можем позволить тебе сделать это. Спасибо вам, ребята. Я ценю это, правда. Ты всегда поддерживал меня, Ли. Всегда прикрывал в трудную минуту. Что же я буду за друг, если не поддержу тебя сейчас? Укушенный или нет, я с тобой до конца. Можешь рассчитывать на меня. Ладно, ребята, нам нужно найти Вернона. Убедиться, что это он ее забрал. Идем. Как же лодка? Мы просто оставим ее без охраны? Если бы кто-то собирался забрать ее, они бы уже сделали. К тому же, какой у нас есть выбор? Вот и все, ребята. А, никого. Найс. Они уже убрались все, что ли? Черт побери, где они? Похоже, они уходили отсюда с пешки. Вернон, выходи! Я не хочу проблем, мне нужна только девочка. Вернее ее, и никто не пострадает. Пиздец. Куда они идут? Может, кто-то незнакомец ее забрал? Ты не думал так ли? Ли? Клементина, ты в порядке? Где ты? Вернон, сукин, ты сын! Привет, Ли! Где она? Следи за своей речью. Это неверно. Я же говорил, незнакомец пиздил ее. Клементина в порядке, но на твоем месте я бы подбирал слова очень тщательно. Продолжение следует в пятом эпизоде. Эпизод пятый, временный исходе. Ну, давайте уже в следующую серию, ребятки. Вы убили мальчика на чердаке, вы и 74% игроков убили его, вы солгали или угрожали Вернону. Вы и 66% игроков были честны с ним. Вы взяли Клементина с собой в Кроуфорд, вы и 73% игроков взяли с собой. Вы позволили Бену разбиться, вы и 33% игроков бросили его. Большинство взяли его с собой. Но меня, блядь, у меня просто на эмоциях он меня выбесил. Но на самом деле в реальной жизни я, конечно, бы не бросил этого человека. Хотя там все равно было очень мало времени, мы могли очень сильно рисковать. Скрыли ли вы укус от группы? Вы и 80% игроков рассказали об укусе. Ну ладно. Так, 13% игроков, короче, пошли вот так, да, вчетвером. Ага. Или без Кена. Короче, 16% игроков пятером пошли. Ну, так как я убил Бена, сори. Сори, но... Все, ребятки. Я, кстати, немножко сейчас сожалею о том, что я позволил Бену разбиться. Но дело в том, что... Ребят, спойлер. Предупреждаю, спойлер. Спойлер, 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 спойлер. Сейчас скажу. Бен и так умрет. Он и так умрет. Я поэтому его и бросил сразу же, чтобы облегчить ему участь. Просто я же и проходил эту игру, я это знаю. Извиняйтесь, если что, ребятки. Если вам проспойлерил. Но смысла не было в его спасении, если он там буквально через несколько часов все равно погибнет. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока.